Фрейм. Существует переходная область между событиями, сформированными внешним намерением, и событиями, предсказанными интуитивным предчувствием. Другими словами, когда вы интуитивно предчувствуете, что должно произойти некое событие, то вскользь касаетесь его своими мыслями, не думая об этом целенаправленно. Потом это событие, как правило, действительно реализуется, особенно если разум соглашается с предчувствием души. Возникает вопрос, вы просто предчувствовали, что событие должно произойти, или ваши подсознательные мысли сработали как внешнее намерение, и индуцировали это событие. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Имеет место и то и другое. Во сне все происходит более определенно, стоит вам лишь мельком подумать или скорее почувствовать, что события должны развиваться таким-то образом, как этот сценарий тут же реализуется. Внешнее намерение во сне работает безотказно. Что нам это дает? А только то и дает, что мы получаем реализацию ожидаемого сценария в сновидении. Сновидение не оказывает никакого влияния на материальную действительность. Виртуальная реальность таковой и остается. Почему же внешнее намерение сновидения не реализует виртуальный сектор? Может показаться, что это связано с инертностью материальной реализации. Действительно, сновидение в сравнении с материальной действительностью представляет собой бумажный кораблик в сравнении рядом с большим фрегатом. Бумажный кораблик стремительно улетает при малейшем дуновении внешнего намерения. А для того, чтобы сдвинуть с места тяжелый фрегат, требуется большой парус и длительный промежуток времени. И все же внешнее намерение сновидения не реализует виртуальный сектор, вовсе не по причине инертности. Вы можете сколько угодно крутить свой слайд, даже в осознанном сновидении, но это ни на шаг не приблизит вас к цели. Дело в том, что в сновидении внешнее намерение выполняет только одну функцию, переместить душу из одного виртуального сектора в другой. Во сне происходит следующее, разум установил перышко паруса души, в соответствии с ожиданиями, а внешнее намерение мгновенно переместило бумажный кораблик в соответствующий сектор. Все, работа сделана, и миссия внешнего намерения на этом завершена. В реальности работа внешнего намерения не завершается одним дуновением. Ветер намерения дует, а фрегат все не двигается с места. Если единство души и разума достигнуто, парус устанавливается в нужном направлении. Величина паруса зависит от степени единства. Ветер не может мгновенно переместить фрегат в нужный сектор. Параметры энергии мысленного излучения уже удовлетворяют целевому сектору, а материальная реализация запаздывает в прежнем секторе. Поэтому ветер намерения должен совершать работу, продолжительное время, чтобы реализовать целевой сектор. Однако внешнее намерение сновидения не может вообще сдвинуть с места фрегат, по той простой причине, что в сновидении установлено только перышко бумажного кораблика, в то время как парус фрегата убран. Ветер намерения перемещает только бумажный кораблик сновидения, а на фрегат материальной реализации вообще никак не воздействует. Поэтому прокрутка слайда во сне не способствует движению материальной реализации. Парус души в сновидении позволяет летать в виртуальном пространстве, но не имеет никакого отношения к собственно, движению материальной реализации. Единственная функция слайда в осознанном сновидении, это расширение зоны комфорта. Однако и это не мало, так что если вы это практикуете, слайд во сне, будет идеальным средством для расширения зоны комфорта. Наяву ваше сознание и подсознание, находятся в пределах материального мира. Разум удерживает фокус души, в секторе материальной реализации. Как уже было показано раньше, разум постоянно корректирует восприятие, в соответствии с установленным шаблоном. Прокручивая слайд в бодрствующем состоянии, вы настраиваете параметры мысленного излучения на нереализованный сектор. В зависимости от степени единства души и разума парус, наполняется ветром внешнего намерения, и фрегат начинает медленно и постепенно двигаться в целевой сектор. Работа внешнего намерения будет осуществляться до тех пор, пока материальная реализация не прибудет в пункт назначения. Видите, в чем разница? В сновидении работа внешнего намерения завершается, а наяву она продолжается. В сновидении параметры приводятся в соответствие мгновенно, и этим дело кончается, а наяву процесс идет медленно и постепенно. Когда вы наяву занимаетесь прокруткой слайда, у вас установлен парус фрегата материальной реализации, и внешнее намерение двигает фрегат, а не кораблик сновидения. Пусть вас не смущает смелость, с которой я использую простые метафоры при описании, всех этих сложных вопросов. В списке обозначений разума все равно, нет более подходящих аналогий, зато суть таким образом передается наиболее ясно. Окно в пространство вариантов, которое открывается, в момент кратковременного погружения разума в сон, оставляет фокус восприятия, в контексте текущего сектора материальной реализации. Парус фрегата в окне, в отличие от обычного сновидения, остается в поднятом состоянии. Если в этот момент вставить в окно слайд, то порыв ветра внешнего намерения сдвинет реализацию на значительное расстояние. Эффективность окна заключается в том, что единство души и разума в таком состоянии проявляется в наивысшей степени. Дремлющий разум отпускает свой контроль, и впускает нереальное в свой шаблон восприятие, подобно тому, как это происходит в сновидении. Парус приобретает значительные размеры, и внешнее намерение действует с наибольшей силой. Техника эта достаточно сложная, но вы можете попробовать. Начать следует с того, что постоянно обращать внимание на интуитивные предчувствия, наблюдать за собой. Тогда вы поймете, что в течение дня окно открывается довольно часто. Разум время от времени устает от своего контроля, и болтовни и на несколько мгновений теряет бдительность. В этот момент, можно намеренно вставить чувство о событии, которое вы хотите индуцировать. Именно чувство, а не словесные формулировки. Представьте, чтобы вы чувствовали, когда исполнялось бы задуманное. Прокрутите в голове слайд достижение цели, несколько раз, а потом возьмите из всего слайда, один интегральный слепок фрейм. Например, вы подписываете контракт и чувствуете удовлетворение. Или успешно сдаете экзамен, и преподаватель жмет вам руку. Или приходите к финишу первым и разрываете грудью ленту. Этот слепок и будет той формулой, которую вам надо вставить в приоткрывшееся окно. Фрейм можно озаглавить одним словом, например, победа, есть, получилось, или как вам больше нравится. Этот заголовок будет служить опорной точкой фрейма. Поймать окно трудно, потому что это делает ваш разум, хоть и дремлющий, а значит он просыпается, и окно сразу же захлопывается. Навыки придут со временем. Надо иметь твердое намерение и терпение. Сначала нужно разработать фрейм ощущения реализации события при помощи разума. Пусть он активно участвует в этой разработке. Потом, не стараясь поймать окно, прокручивать этот фрейм, чтобы как следует уяснить для себя, в чем заключается итоговое чувство. Создать зацепку, интегральное ощущение. А потом можно будет в момент открытого окна, мгновенно вставить в него фрейм. У вас должно получиться так, что дремлющий разум, вдруг осознает свое сонное состояние, и тут же вбрасывает фрейм в окно, еще не успев проснуться. Вот это и будет работой внешнего намерения, при остановке внутреннего монолога. Многократные, хоть и безуспешные попытки постепенно сформируют привычку, и ваш разум, научится вбрасывать фрейм в окно машинально. Смысл фрейма как раз и заключается в том, его активизировать автоматически, не успев пробудиться. Однако если техника фреймов вам дается с большим трудом, не расстраивайтесь и оставьте ее в покое. Данная техника приводится здесь лишь в качестве информации. Если сразу не получается, значит вам это и не нужно. Работайте с обычными слайдами и занимайтесь визуализацией процесса. В любом случае, будет весьма полезно приобрести привычку, обращать внимание на окна. Если вы научитесь ловить момент открытого окна, интуитивные озарения будут посещать вас все чаще.